Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорта расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин. Обещаю, будет интересно. Еще пару лет назад самарские любители керлинга тренировались на земле. Про полноценные занятия на льду могли только мечтать. Сегодня они серьезно заявили о себе на всероссийских соревнованиях и покатились дальше. Решили развивать паралимпийскую дисциплину. Как это будет, мастеру Спорта расскажут. Главный тренер сборной России по керлингу на колясках Антон Батугин и Елена Лебедева, руководитель центра «Мой мир». Здравствуйте! Здравствуйте! Антон, вы приехали сегодня в Самару. Расскажите, с каким визитом? Я надеюсь показать общественности Самарской области, презентацию по керлингу на колясках, рассказать о нашем виде спорта. Немножко расскажу об истории и покажу несколько видеофайлов, которые мы с ребятами, со спортсменами нашей сборной записали специально для самарских игроков, где они объясняют азы, как выполняется бросок. Надеемся провести мастер-класс уже непосредственно на игровой площадке на льду для потенциальных спортсменов, которые, надеюсь, будут выступать и на чемпионате России, а возможно и в сборной команде нашей страны будут играть на чемпионатах мира и паралимпийских играх. А почему выбрали Самару? В нашей стране керлинг на колясках не настолько популярны, насколько это хотелось бы конкретно мне. То есть у нас на данный момент есть всего 8 регионов, которые представлены на нашем чемпионате России. Я надеюсь, что появится наконец-таки девятый. А какие регионы играют в керлинг на колясках? У нас Москва, Московская область, Свердловская область, Челябинская область, город Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Удмуртия и город Севастополь. А с чего начинался керлинг в России? Керлинг в России появился в 2003 году в городе Екатеринбурге. Энтузиасты и один меценат организовали команду, которая существовала в единичном своем количестве до 2007 года. В 2007 году был проведен первый чемпионат России, в котором приняло участие 4 команды. Москва, Московская область, команда Свердловской области, команда Челябинской области. На данный момент у нас в чемпионате России принимают участие 12 команд из 8 регионов. Елена, вот расскажите, как у вас родилась идея развивать керлинг в нашем городе? Керлинг, он позволяет очень многим людям заниматься спортом. Причем это действительно спорт, настоящий спорт, не просто какой-то фестиваль для инвалидов. У нас в Тольятти активно принимают участие, у нас в дальнейшем все равно есть мечта, чтобы и в Тольятти также была команда, потому что это даст большему количеству людей заниматься, и мы могли бы проводить соревнования между собой. И все-таки это нужно для того, чтобы потом участвовать где-то в других соревнованиях. Сколько сейчас народу будет, по крайней мере, на мастер-классе участвовать? Да, сегодня у нас будет около 14 человек. Откуда? 6 человек из Тольятти, Новокуйбышевск и Самара. Это интересно, это новый вид спорта. Они чувствуют, что в этом они могут физически преуспеть. Сложный вид спорта, снимали и программу, и сюжет на эту тему, да? Как инвалиды, тем более на колясках, здесь какие-то свои нюансы, какие-то определенные правила, другие камни, щетки? Ну, камни, площадка идентичные классическому кернингу, в которой играют здоровые спортсмены. Отличий, на самом деле, три. То есть одно, это отличие, это что нету свиппинга. То есть свиппинг — это натирание льда. То есть здесь все достаточно статично, никто не бегает и кричит. Но, с другой стороны, намного тяжелее и сложнее выполнить правильно бросок. Потому что если у игроков в классический кернинг есть возможность выпущенный камень подкорректировать натиранием льда, или даже во время выполнения броска игрок... То есть в классическом кернинге бросок длится больше трех секунд. То есть игрок вместе с камнем катится, и игрок может, ну, видеть и чувствовать, куда он катится, с какой скоростью, с какой силой, куда-то сносит его, не сносит. То есть в колясочном кернинге, во-первых, бросок выполняется с места, где нету возможности, ну, нету времени, да. То есть бросок длится меньше секунды. Вот, ну, и нету свиппинга. Плюс еще одно третье отличие — это что в кернингах на колясках команды обязательно должны быть... То есть участники команды должны быть разнополые. То есть обязательно, как минимум, должен быть один участник команды противоположного пола. Ну, у нас, вот, судя по опыту мировому и нашему, российскому, обычно это в команде три мужчины и одна женщина. Ну, вот... А в Самаре как будет? А у нас вот больше почему-то женщин сейчас хотят принять участие в этом виде спорта. Так что вот... Ну, вот очень интересно. Мне, как тренеру национальной сборной, потому что у нас, такие, некоторый дефицит игроков женщин, очень интересно будет посмотреть. Мы серебряные призеры Сочинской паралимпиады, чемпионы мира 15-го года, чемпионы мира 16-го года, серебряные призеры вот последнего чемпиата мира 17-го года. То есть сборная России, наша страна, наша команда, ну, доминирует на мировой арене последние пять лет. Ну, Елена, ну, вы видите, какая большая конкуренция. Страшно? Нет, наоборот. Наоборот, хочется как-то к этому виду спорта примкнуть. Ну, вы будете проигрывать постоянно. Сильнейшие игроки мира. Ну, первое время может быть, а потом мы будем все лучше и лучше. И выиграем. Кто-то тренер будет уже? Да. Наша федерация керлинга в Самарской области согласилась. Виктор Богатов согласился быть тренером. А вы как-то особым образом все-таки отбираете в команду спортсменов? Или любой желающий может попробовать? Керлинга на колясках. Нет каких-то там супертребований к физической готовности. То есть, ну, тут главное, чтобы руки были, но более-менее, да, работали. Ну, и все-таки голова соображала, потому что у нас вид спорта интеллектуальный. Шахматы на льду называют, да. То есть, тем более, опять-таки, отсутствует свиппинг и качение вместе с камнем. То есть, ошибка, может быть, вероятность ошибки выше. Поэтому, ну, нужно думать, нужно соображать хорошо. Где уже тренировки будут проводиться? Какой-то каток выделили для тренировок сборной? Нашей, Самарской? Мы все-таки надеемся, что наш керлинг-центр построится на Молдогвардейской. Вот, и уже тогда будет, действительно, будет настоящий лед. Потому что лед, который сейчас на ипподроме, конечно, он не профессиональный. Вот, ну, построится профессиональный лед. И тогда мы туда перейдем. Вот, Антон, ваши, так скажем, чаяния по Самарской области. Что ожидаете, в какой перспективе, когда команда может, скажем, влиться в национальный чемпионат? Сколько нужно учиться? Ну, судя по опыту, в том числе работы с классическими спортсменами в классический керлинг, становление любой команды с нуля, где нету лидеров профессиональных, которые уже давно занимались, это 3-4 сезона. Ну, 2-3-4 сезона. Первый год, естественно, все проигрывают. Ну, если нет таких же начинающих, с кем можно посоревноваться, естественно, первый год, ну, очень сложно что-то противопоставить тем, кто что-то уже умеет. Поэтому, ну, естественно, в первый сезон, два, ожидать супер каких-то успехов, ну, все-таки не стоит. Вот, но, с другой стороны, при наличии желания затраченного времени, затраченных сил, ну, и все-таки каких-то финансовых вложений с какой-то стороны, то вот как раз по прошествии, там, двух сезонов начинает приходить уже... Тут появляется видение такое. То есть, на самом деле, научиться выполнять бросок, ну, просто. То есть, можно прийти на первой тренировке уже, по крайней мере, понять, что это такое. И даже куда-то там попасть. Но просто тут цель-то не просто куда-то попасть. Мы же противоборствуем с другой командой, вторая команда тоже куда-то попадает. Вот, чтобы как-то заманить в ловушку, да, как-то обыграть тактически, нужен на это время, нужен опыт, игровой опыт. Соответственно, нужно играть, игр, то есть, сыграть сто тысяч игр, сделать там десять тысяч таких-то бросков. Тогда будет получаться. Тогда появятся победы, появится какой-то успех. Без этого сразу с нуля прям вот пойти всех обыграть, ну, такое невозможно. Елена, команда Самары готова, Самарской области, вот на такие жертвы. Четыре сезона только, так скажем, вкатываться в керлинг. Я думаю, мы будем тренироваться и достигнем результата. Потому что, ну, главное желание. Я тут могу поправить. За четыре сезона можно стать паралимпийским чемпионом. То есть, два сезона, потом можно начать выигрывать. На третий год можно как раз уже выигрывать что-то крупное. Это был паралимпийский керлинг на телеканале Самары Гиз в программе «Мастер спорта». Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15.8. Или раньше на спортивных площадках областной столицы. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова